256, 257. Принимаем мы участие 8 лет уже. В самый первый год мы в свое время были отмечены губернатором как самая многочисленная делегация Иркутской области. Поэтому интерес у спортсменов города Уссуле-Сибирска огромный к таким массовым мероприятиям, как Лыжняя Россия и Кросснации. Регистрация начинается ежедневно с 10 часов утра. Однако выдавать комплекты жителям Приангария приходится и в 9, и даже в 8 утра. Как рассказали члены мандатной комиссии, они не могут отказать будущим участникам Лыжней России. Получить спортивные комплекты в областной центр приезжают жители из Иркутского, Заларинского, Аларского, Боханского и других районов Приангария. Со слов членов комиссии, основной состав лыжников не меняется, однако есть и новички. Мы едем 8 человек, 7 лет, я и ребятишки мои. Для доставки участников соревнования к старту в день забега в Иркутске будет задействован дополнительный транспорт. Для перевозки участников на место проведения всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» на лыжную базу Иркутской государственной хозяйственной академии будут организованы рейсы автобусов из следующих микрорайонов города. Новоленино, 2-й Иркутск, микрорайон университетский, Синюшина гора, остановка Волжская и железнодорожный вокзал в районе 10 часов. Автобусы отправятся от остановок автостанция, кафе, бульвар Рябикова, ботанический сад, конечное университетского, областная больница, ЖД вокзал, дворец спорта и Волжская. Начало забега «Лыжня России-2012» в Иркутской области запланировано в 12 часов 12 февраля. С каждым днем растет количество желающих принять участие в «Лыжне России-2012». Только за 4 дня уже зарегистрированы более 9 тысяч жителей Приангария. Как заверяют члены мандатной комиссии, несмотря на внушительную цифру, комплектов хватит на всех. Раиса Силина, Александр Мокин. Новости сейчас.